Всем привет! С вами интернет-магазин Дом Игры. Сегодня мы хотим вам показать настольные игры торговой марки Rana Creative, это Украина. Называю вот такой набор. В этот набор входит 4 игры. Они так и называются лучшие настольные игры для мальчиков. Рекомендуемый возраст этих игр от 8 лет. Сейчас я вам покажу, как они выглядят внутри. И попробуем разобраться с играми. Итак, открываем, к примеру, первую игру. Здесь есть, значит, инструкция. Инструкция вот такая вот. Тут хорошо описаны правила игры в каждой игре. На русском языке. Вот. Значит, открываем мы первую игру. Вот так вот она выглядит. Вот. Значит, по сути, это бродилка. Вот. Но бродилка с заданиями. Она так и называется угадайка. Значит, цель игры собрать максимальное количество карточек с выполненными заданиями. К этой игре еще идут вот такие вот карточки. В начале игры мы должны все вот эти вот карточки распределить на поле. Карточки, они разных цветов с одной стороны. И с другой стороны это вот такое вот, к примеру, задание, которое нужно выполнить. То есть, либо нарисовать, либо объяснить, либо показать. Значит, таким образом мы раскладываем все вот такие карточки. Ну, на каждой здесь поле выровнять. Вот. И по принципу классической... Вот так, по всему полю разложили. По принципу классической бродилки есть вот такой вот кубик. И фишки от двух до четырех игроков, кстати. Вот. Ну, к примеру, если на это два игрока, бросаем кубик. Три, к примеру. И перемещаемся на три. Поднимаем вот такую карточку. На ней написано... Это слово открываем. Мы никому не показываем это слово. Только, к примеру, я должна его знать. Кинг-Конг. И я должна, к примеру, здесь нарисовано, что нужно сделать. То есть, здесь я должна объяснить. И мне, к примеру, нужно объяснить его так, чтобы другие, ну, как бы угадали. Кто угадывает из игроков, забирает эту карточку себе. И эта карточка остается у игрока. Следующий игрок, к примеру, который ходит, если он попадает на такую пустую, как бы, графу. Вот. Он, значит, пропускает ход. Он ничего не делает, пропускает просто ход. Вот. И так игра продолжается до тех пор, пока не дойдем к финишу. Не будут разгаданы, как бы, слова. Вот. И кто первый придет к финишу, и кто соберет максимально большее количество вот таких вот угаданных слов. Вот. Значит, это одна из игр. Так. Следующая игра. Опять же, она тоже, по сути, бродилка. Опять же, к ней идет кубик и фишки. Вот. Называется эта игра автомаркет. К этому автомаркету есть еще вот такие вот деньги, кары, называются. Вот такие вот карточки с заданиями. Вот. И вот такие вот запчасти, которые нужно купить в процессе игры. Значит, что мы делаем? Опять бросаем кубик. Идем от старта к финишу, но по пути, к примеру, продвинулись, остановились вот на этом. Это оранжевый, к примеру. Берем карточку из оранжевой стопки. То есть, если вот так вот посмотреть, ну, карточки запечатанные, вот, то здесь есть сектор зеленый, красный, серый, синий и оранжевый. И берем карточку. На ней написано, к примеру, вопрос и несколько вариантов ответов. И мы должны дать правильный ответ. Правильный ответ написан сзади. Сзади каждой карточки. Вот. Если получаете правильный ответ, за это получаете баллы. В инструкции написано, сколько баллов, к примеру, если это красная карточка, это вот такой вот один, как бы, балл получаете. То есть, одну такую кар денежку. Вот. За желтую вы получаете 10 кар, за зеленую 2 кар и за синюю 5 кар. То есть, чем сложнее вопрос, тем больше денежек вот таких вот вы получаете. Вот. И в процессе игры еще нужно купить вот такие вот за денежки, которые будете получать, вот такие вот запчасти. Кто первым придет к финишу, получит и купит больше таких запчастей, как бы тот и выиграл. Это одна из игр. Вторая игра, вернее. Третья игра называется, называется она «Гонки на звездолетах». Опять же, она по принципу классической бродилки. Идем от старта к финишу. Кто первым придет к финишу, преодолеет все препятствия на пути. Вот. Опять же, есть тут такие вот карточки к этой игре. Вот. Тот и выиграл. Вот. Еще одна игра. Футбол называется. К этой игре, поле, есть вот такая вот рулетка. Она определяет уровень, на который вы будете играть. То есть, то ли это опыт, то ли скорость, то ли талант, то ли ловкость. Вот. Есть вот такие вот мячи. Это игра для двух игроков. Картонные тоже. И рулетка картонная, и фишки картонные. Есть вот такие вот еще карточки. То есть, какая задача? Заполнить поле противника своими фишками. После чего вкатить мяч, то есть сюда. Вот. Поставить фишку своего цвета на прямоугольнике на поле противника. То есть, и кто это сделает первым, тот и выиграл. Такие вот настольные игры вы можете приобрести в нашем интернет-магазине Дом Игры. Спасибо за внимание. До новых встреч. 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 До новых встреч.